Привет, я Иван, а это Мария. Здравствуйте, мы пришли сюда, чтобы пригласить вас поцеловать жопу Хэнка вместе с нами. Если вы поцелуете жопу Хэнка, он даст вам миллион долларов. А если откажетесь, он выбьет из вас все дерьмо. Так, я понял. Это какой-то новый способ выбивания денег, да? Нет, Хэнк миллиардер-филантроп. Он построил этот город, и он может делать все, что пожелает. И он хочет дать вам миллион долларов, но не может этого сделать, пока вы не поцелуете ему жопу. Я ничего не понимаю. Да, а кто вы такой, чтобы сомневаться в подарке Хэнка? Вы что, не хотите миллион долларов? Неужели это не стоит маленького поцелуйчика в жопу? Стоп, а... Тогда пойдемте с нами целовать жопу Хэнка. Так, окей. А вот вы двое часто целуете ему жопу? Да, все время. Серьезно? Ну и как, получили миллион долларов? Нет, на самом деле никто не получает денег до тех пор, пока не покинет город. Ну так покиньте город. Нельзя покидать город, пока Хэнк не скажет, иначе вы не получаете денег, и Хэнк выбьет из вас все дерьмо. О май гад. Ну окей, а вы знаете кого-нибудь, кто поцеловал вот эту жопу вашего Хэнка, уехал из города? Моя мать целовала жопу Хэнка много лет подряд. Она покинула город в прошлом году, и я уверен, что она получила эти деньги. И вы с тех пор не общаетесь? Конечно нет. Хэнк не позволяет. А такой вопрос. Как же вы уверены, что вы получите эти миллион долларов, если, как вы сказали, не знаете никого, кто эти деньги в реале получил, а? Ну, он же дает немножко перед тем, как вы покидаете город. Может быть вы выиграете в лотерею, может быть вы получите повышение, может быть вы найдете эти деньги на улице. Блядь, а Хэнк тут при чем? Ну что, у Хэнка есть связи. Знаете что, давайте, наверное, попрощаемся, я понял. Ну разве не стоит попытаться? Это же миллион долларов. И запомните, что если вы не поцелуете жопу Хэнка, он выбьет... Он выбьет из вас все дерьмо. Считайте, что вы меня заинтересовали. Окей, только у меня встречное предложение. Давайте-ка, наверное, я встречусь с этим вашим Хэнком, узнаю у него все подробности. Никто не видится с Хэнком, никто с ним не разговаривает. Так а как же вы ему жопу-то целуете, а? Ну, иногда мы посылаем воздушные поцелуи, думая о его жопе. А иногда мы целуем жопу Карлу, а уже он передает этот поцелуй Хэнку. Что вы говорите? У нас еще и Карл есть, да? Наш друг. Это он научил нас целовать жопу Хэнка. И все, что от нас требовалось, пару раз увидеться с ним. Пару раз? Увиделись, да? И что, получается, увиделись? Он вам навешал лапши по поводу какого-то Хэнка со своей жопой, которую можно целовать и получать за это деньги. И вы хотите... Нет, на самом деле, Хэнк много лет назад дал Карлу письмо. А где все разъясняется? Вот даже копия. Взгляните. Целуйте Хэнку жопой, он даст вам миллион долларов, когда вы покинете город. Не злоупотребляйте алкоголем. Выбивайте все дерьмо из людей, если они не похожи на вас. Правильно питайтесь. Этот список продиктован Хэнком. Луна сделана из зеленого сыра. Все, что говорит Хэнк, верно. Помойте руки после того, как вы сходили в туалет. Не пейте. Ешьте копченые колбаски только с булочками и никаких приправ. Ну и, конечно же, целуйте Хэнку жопу, или он выбьет из вас все дерьмо. Какая дрянь, а? Только заметьте, это все написано на бланке Карла. У Хэнка просто не было бумаги. Бумаги не было, да? А мне кажется, что после проверки вот этот почерк окажется почерком Карла. Правильно. Хэнк всего лишь диктовал. Хэнк диктовал. А вы же говорите, что никто не может увидеться с Хэнком. Не теперь, но много лет назад он говорил с некоторыми людьми. Так. Забавный поворот. Девушка, вы, по-моему, в самом начале сказали, что Хэнк филантроп, правильно? Вопрос на засыпку. Так какой же филантроп выбивает, как вы говорите, дерьмо из людей только лишь на том основании, что они не такие, как он, а? Так хочет Хэнк, а Хэнк всегда прав. Да с чего вы это взяли? Седьмой пункт гласит все, что говорит Хэнк верно. Для нас этого вполне достаточно. А мне кажется, что это все придумал ваш друг Карл. Ничего подобного. Пятый пункт гласит, этот список продиктован Хэнком. Во втором пункте сказано, не злоупотребляйте алкоголем. В четвертом, правильно питайтесь. А в восьмом, мойте руки после того, как вы сходили в туалет. Ну все, все знают, что эти пункты верны. Значит и все остальное тоже правда. Посмотрите внимательно. Девятый пункт. Не пей. Это напрямую противоречит второму пункту. А под... Сейчас, значит... Вот. А шестой. Луна сделана из зеленого сыра. Я такого бреда в жизни не слышал. Вы понимаете, в чем дело? Девятый пункт не противоречит второму. Девятый пункт просто проясняет второй. Ну а шестой? Вы же не были на Луне. Откуда вам знать? Да, я не был на Луне. А зачем мне там быть, а? Ага. Если ученые доказали, что Луна сделана из... из камня. Ну, ученые, они же не знают, откуда взялся этот камень. Из Луны или из космоса. Поэтому он вполне может оказаться зеленым сыром. Слушайте, я, разумеется, конечно, не эксперт. Это да, но в любом случае это бред. Даже если ученые, как вы говорите, не доказали, что Луна сделана из камня. Ага. Вы только что согласились, что ученые могут ошибаться. Но мы-то знаем, что Хэнк всегда прав. Конечно, так гласит этот и пункт. Что вы несете? Следуя вашей логике, Хэнк всегда прав, потому что так гласит список. Список верен, потому что его надиктовал Хэнк. И мы знаем с вами, что его надиктовал Хэнк. Черт бы его разодрал. Да? Но это же замкнутый круг какой-то получается. Нет? Я не прав. Это все равно, что сказать Хэнк всегда прав, потому что Хэнк сказал, что он всегда прав. Ну, наконец-то. Что, наконец-то? Так приятно. Ладно. Как там насчет копченых колбасок? Сути колбаски в булочке и никаких приправ. Так угодно Хэнку. Все остальное плохо. А если у меня нет булочки? Ну, нет колбаски, нет булочки. Колбаска без булочки тоже плохо. Ага. И ни соуса, ни горчицы. Боже мой, не выражайтесь. Приправы любого вида это плохо. Ну, так, насколько я понимаю, кислой капусте с мелко порубленными колбасками вообще можно... Боже мой, это отвратительно. Такое может есть только какой-нибудь извращенец. Это вкусно. Я ем это каждый день. Если я знал, что ты один из тех, я бы даже не стал тратить время. Когда Хэнк будет выбивать из тебя дерьмо, я буду сидеть рядом, считать деньги и хохотать. Я поцелую за тебя жопу Хэнку. Ты без булочной порублено колбасный капустоед. Субтитры сделал DimaTorzok